Всем привет! Меня зовут Артём Бухановский и это рубрика «Есть идея!» Наступил сезон кабачков, поэтому я специально на сегодняшнюю программу подготовил удивительный рецепт. Мы приготовим с вами фетучини из кабачков с горбушей. В первую очередь мы с вами должны замариновать горбушу. Для этого укладываем ее в глубокую посуду. Теперь посыпаем кориандром. Обязательно используйте только свежемолотые специи. Именно они дают яркий и вкусный, интересный аромат. Далее душистый перец. Немного сухого имбиря. Совсем чуть-чуть. Далее оливковое масло. Таким вот образом. И соль мы с вами добавлять не будем. Мы возьмем с вами соевый соус и обольем все это соевым соусом. Вот таким вот образом. Все. Теперь рыбку обязательно переверните два раза. И пускай она полежит, помаринуется. Убираем теперь рыбу в соронку. Буквально на 3-5 минут пускай промаринуется. Далее занимаемся тем самым полезным и вкусным кабачком. В первую очередь нам нужно приготовить из него непосредственно фитучини. Фитучини это разновидность итальянской пасты. Это широкие полосочки, достаточно тонкие. Поэтому мы, смотрите, взяли овощечистку, экономку в простонародье и делаем вот такие вот слайсы. У нас получаются очень тонкие, красивые, смотрите, слайсы. Как раз таки по размеру той самой пасты фитучини. Кабачок, кстати, очень богат калием, витаминами группы В и антиоксидантами. Он очень полезен для нашего организма. Так, сейчас соберем побольше. Остатки кабачка там, где у нас семена, не торопитесь выкидывать. Мы их можем потереть на терке и приготовить оладьи из кабачков. Так, этого будет достаточно количества. Складываем в глубокую обязательно пиалу. Далее нам нужно их точно так же подмариновать. Сейчас с вами выдавливаем сок лимона, добавляем немного соли и наливаем оливковое масло. После чего все тщательно сейчас перемешиваем, чтобы соль у нас разошлась. И кабачок мы не будем с вами готовить. Мы его просто замаринуем, чтобы сохранить всю пользу, весь аромат, всю свежесть. И не зря именно к стейкам из рыбы я подобрал кабачок, потому что он освежит и нейтрализует тот самый излишний жир. Теперь рыбка у нас уже промариновалась. Можно выкладывать на горячую сковороду. Я включил огонь чуть выше среднего. Обжариваем с двух сторон до готовности нашей стейки. Маринад, который у нас остался, мы его не выливаем. Чуть позже мы его будем с вами использовать. Пока обжаривается горбуша, мы с вами возьмем томаты черри и нарежем их пополам. На четыре части я вам не советую резать, так как томаты черри достаточно нежные. И когда мы будем перемешивать все светучине из кабачка, просто у нас все томаты развалятся, помнутся и выйдет весь сок. Будет некрасиво. Поэтому просто разрезаем с вами вот таким вот образом пополам. Далее возьмем листья сельдерея. Безумно ароматные, вкусные, освежающие. И просто таким вот образом поделим на три части. Все, мы с вами все подготовили. Переворачиваем стейки из горбуши. Смотрите, какие румяные, красивые и ароматные. И, кстати, если вы обратили внимание, то у меня пространство вокруг плиты достаточно чистое. Это все из-за того, что я не наливал растительное масло или оливковое в саму сковороду. Рыба впитала столько масла, сколько ей было нужно. И у нас получается вот такой вот замечательный, красивый колер. Буквально за несколько секунд до готовности наших стейков мы вливаем в сковороду тот самый маринад, в котором мариновалась рыба. Так, отключаем комфорку и можно сдвигать с плиты. Тем самым мы приготовили с вами замечательный соус к нашей рыбе. Далее возьмем наши фитучини. Добавляем к ним томаты черри, листья сельдерея. И все это перемешиваем. Вот так, аккуратненько. Отлично. Смотрите, какие у нас яркие, красивые цвета. И самое главное, сколько в этой чаше пользы. Это просто не описать. Теперь выкладываем все красивенько на тарелку. Таким вот образом. Рядом выкладываем наш стейк. Вот таким вот образом. И поливаем все соусом из сковороды. Вот таким вот образом сейчас. Ну что, вот так легко и непринужденно мы с вами приготовили фитучини из кабачка со стейком из горбуши. Это летнее яркое сочное блюдо к вашему столу. Не забывайте подписываться на наши социальные сети и следите за новостями. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok